Здравствуйте, ребята! Меня зовут Оксана Ивановна, и сегодня урок общества знания проведу у вас я. Надеюсь на наше сотрудничество в течение всего урока. Но для начала нашего знакомства я предлагаю вам решить небольшую логическую задачу. Перед вами будет ряд изображений, каждый из которых у вас будет ассоциироваться с жизнью современного общества. После решения этой логической задачи мы должны будем с вами определить понятие, о котором сегодня будем говорить на уроке. Итак, готовы? Начинаем? Итак, внимание на экран. С чем ассоциируются первые три изображения, которые вы видите? Государство. Еще варианты. Власть. Совершенно верно. Конечно же, это публичная власть. Абсолютно верно. А теперь попробуйте объединить общим смыслом следующие три картинки. Свобода. Свобода. Как в общество знаний мы называем свободу. Права. Права. Еще варианты. Суверенитет. Суверенитет. Спасибо, Жанетта, большое. Да, суверенитет, конечно же. Итак, следующие три картинки. Ой, извините, ребята, уже подсказка выскочила. Земельный, имущественный, транспортный. Ну и можно смело назвать. Это, конечно же, налоги. Я уверена, вы бы все равно догадались. Итак, а теперь попробуем составить уже посложнее словосочетание из этих двух слов. Пожалуйста. Единство территорий. Совершенно верно. Итак, первый знак – это единство, и второе – это территория. Абсолютно верно. И последнее тоже словосочетание, которое у нас должно появиться с вами на слайде. Государство, словосочетание, Ахмед. Законодательная деятельность. Абсолютно верно. Первая картинка ассоциируется. А здесь, да, разные виды деятельности. Абсолютно верно, ребят. Вы большие молодцы. Итак, перед нами, после того, как мы рассмотрели с вами все зашифрованные вот такие изображения, образовались ряд признаков. А какого понятия признаки перед вами? Пожалуйста, Ясмина, какое? Это признаки государства. Это признаки государства. Абсолютно верно. И вы правильно, абсолютно назвали их. Как переводится эта известная фраза Эйнштейна? Логика была... Пожалуйста, почти правильно. Логика была поделена тебе. Нет, логика не ставит тебя. Пожалуйста, ну ты почти прав. Пожалуйста. Логика не ставит тебя из А в Б. Из пункта А в пункт Б. А знаете ли, что у этой фразы есть продолжение? Может быть, кто-то слышал? Нет? Ну давайте посмотрим. Абсолютно верно. А воображение доставит тебя куда угодно. Итак, я предлагаю вам сейчас с помощью вашего воображения представить государство с помощью необычных предметов. Итак, ребят, единая территория, на которой проживает население, объединенное в территориальные единицы. И, конечно же, есть органы власти государственной. Как они между собой могут взаимодействовать? Давайте попробуем продемонстрировать, как. Есть кто смелый? Пожалуйста, Аминат. Пожалуйста, мы даже включим, чтобы было все... Да, пойму, сюда можно поднести. Покажи, как это взаимодействие может быть сюда к лампе. Если это народ, а это органы, то не управляем. Смелее, смелее. И собираемся. Абсолютно верно. Спасибо большое. Вот такая у нас модель получилась. Оставь, оставь магнит. Спасибо большое. Ребят, давайте проделаем еще подобный же эксперимент. Итак, территориальные единицы, территория и взаимодействие. Как по-другому может происходить это взаимодействие? Есть ли какие-то варианты? Не так, как показала Аминат. Пожалуйста, я уверена, можно вас попросить? Вы смело сейчас справитесь с этой целью. Продемонстрируйте. Можно даже без лампы, а потом мы покажем. Откуда? Нет, так уже было. Собираем. Быстрее, 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 быстрее. Все, все, все вместе. Да. И теперь покажем, что у нас получилось. У нас получилась вот такая модель. Вот еще две территориальные единицы остались здесь. Вот такая модель. Ребят, посмотрите, пожалуйста. Да, кому не видно, может быть. Вот такая модель у нас получилась. Спасибо, ты большой молодец, Магомед. Итак, мы с вами смогли с помощью нашего воображения представить вот таким образом не просто государство, а один из элементов формы государства. А давайте попробуем определить, какой элемент формы государства мы с вами могли составить с помощью этих моделей. формы правления, госустройства или политический режим? Пожалуйста. А, формы правления. Формы правления. Ты считаешь, хорошо. У кого другая точка? Формы государства, территориальные. А почему ты же это так решила? Можешь обосновать свое мнение? Это вот на втором примере мы показали то, что, например, различные, на примере нашей страны, субъекты России мы соединили в одну, то есть федерация получилась. Это форма цивилизации. Итак. Мне кажется, это форма политического режима. Потому что можно заметить, что первой мы снизу как бы собираем их. Получается, что, ну, если подумать, то это народ выбирает себе власть. А во второй получается, что власть контролирует... Интересные какие мысли. Я думаю, что на этих моделях можно в данном случае построить еще. Хорошо. Но я соглашусь больше с тем, что все-таки это форма государственно-территориального устройства. Конечно же, это и станет темой нашего сегодняшнего урока. Это форма государственно-территориального устройства. На прошлом уроке вы уже познакомились с формами правления. Итак, скажите, пожалуйста, а что такое форма правления? Форма правления может делиться на республику, именно... Это виды. А определение, что такое форма правления? Абсолютная. Это виды. А определение, ребят? Это организация верховной власти. На следующем уроке вы поговорите о политическом режиме. А вот сегодня мы с вами сейчас попробуем составить понятие, что же такое формы государственно-территориального устройства. Итак, пожалуйста, из того, что мы сейчас с вами увидели, попробуйте составить определение, а что такое формы государственно-территориального устройства. Это когда одну территорию присоединяется к нескольким субъектам. Еще, пожалуйста. Что на ней происходит? Взаимодействие кого? Взаимодействие именно территории и центра в России. Абсолютно верно. Спасибо большое. Да, государство как целого с его составными частями. Когда мы с вами построили две вот эти модели, мы понимаем, что единой формы государственного устройства не существует. Их две. Может быть, вы знаете, как они называются? Да, абсолютно верно. Унитарная и федеративная. Итак, скажите, пожалуйста, вот эта модель. Делаем предположение, какая из них федеративная, а какая унитарная. Это федеративная. А почему ты так решаешь? Это, скорее всего, субъектами. Она управляется субъектом, нет своей самостоятельности. Да, хорошо, ваше предположение. Да, здесь есть определенная самостоятельность, которую в данном случае мы можем также с вами просмотреть. Хорошо. Скажите, а какое-то лучшее мы можем назвать, что одно из них – это лучшее государственное устройство? Можно такой вывод сделать? Федеративная, я думаю, что лучшее. Лучше, а по-твоему? Автономность субъекта. Нужно учитывать их национально, культурно, культурно, характеристики. Хорошо, спасибо за ваше... Субъекта, можно сказать, ответы нельзя. Да. Ну, на самом деле, этим вопросом задавались очень многие. Сейчас вас просят французские мыслейки Мишель Мантен ответить на закончить его афоризм. Лучшее государственное устройство для любого народа – это то, которое... Как бы вы завершили данный афоризм? Ребят, забыла открыть тему урока. Объединяет народы, учитывает интерес каждого народа, который объединяет все народы, или государственное устройство, которое... Ну, мысли ваши очень близки. На самом деле, мы с вами в течение урока будем разбирать тему, потом вернемся к этому афоризму. Возможно, ваши мысли найдут подтверждение, или вы измените свое суждение по поводу продолжения данного суждения, данного афоризма. Итак, для начала нам нужно разобраться, в чем же особенности федеративного и унитарного государства. Ведь просто модели в данном случае нас не устраивают, мы не видим отличительных признаков. Это вы будете делать самостоятельно. Возможно, вы догадываетесь о чем, но я вам предлагаю следующую работу. Поработайте в парах, откройте ваши рабочие материалы к уроку. Перед вами текст и таблица, которую вам необходимо будет заполнить. Достаньте, пожалуйста, из конвертика составные части таблицы, разложите их, прочитайте сначала текст, проанализируйте его, и потом попробуйте составить таблицу. На работу, ребята, у вас 3 минуты. У нас есть песочные весы, которые будут показывать, как утекает наше время. Ребята, там два есть схожих признака. Поэтому карточек там меньше, чем пропущенных белых полей. Обращаю ваше внимание, чтобы вы не запутались. Ребята, половина времени у нас уже прошло. Если вы прочитали текст, пожалуйста, можете приступать к составлению уже таблицы. Налоги, там где налоги. Да, 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 смотрите, два признака общих. Конечно, налоги к налогам. Ребята, у вас 5 линий сравнения. Налоги, законодательная деятельность. Не перепутайте карточки. Продолжение следует... Сейчас выгляните это, значит, вот по общей, собственной заложенной комиссии. Это уже в канал у нас. А теперь в общем. Ребята, я вижу общую ошибку сейчас, проходя между парами. Смотрите, в законодательной деятельности вы сравниваете, какие законы унитарным, какие федеративным. Взимание налогов то же самое. А не просто расставляете, какие признаки федеративного, какие унитарные. Обращайте внимание на линии сравнения. Так, ну и последние секунды у нас уже уходят. Итак, время у нас закончено. Ребята, остановите, пожалуйста, свою работу, даже если вы не все успели. Даже если у вас остались карточки на столе, мы сейчас будем осуществлять проверку этого задания. И вы сможете отредактировать эту работу. Понятно? Первый ряд. Вас не вижу. Итак, давайте с вами поговорим о первом признаке единая территория. К какому выводу вы пришли, проанализируя текст и потом заполняя таблицу? Как этот признак? Пожалуйста, представьте. Территориальные единицы не обладают политической самостоятельностью и однополадной. Нет, это не относится к единой территории. Пожалуйста, Ясмина. Территория относится к сохранению единства территории. Относится и к унитарному, и к федеративному. Абсолютно верно, ты правильно. Ребята, смотрите, это общий признак. И у федеративного, и унитарного государства сохраняется единство территорий. Следующий, публичная власть. К какому выводу вы пришли? Пожалуйста, Раяна. Мы пришли к выводу, что публичная власть унитарного государства, что территориальные единицы не обладают политической самостоятельностью и там однополадная. Абсолютно верно. А в федеративном нам ответят. Подожди, давайте уступим метод. Территориальные единицы обладают политической самостоятельностью двухполадной. Абсолютно верно. Правильно. Дальше, суверенитет. К какому выводу пришли? Пожалуйста, Аминат. Мы пришли к выводу, что унитарное государство, а территориальные единицы не обладают суверенитетом. А в федеративном? В федеративном тоже, например, на премьере Германии можно... Абсолютно верно. Это общий признак. Это общий признак. Спасибо, Жанна, это большое. Законодательная деятельность. Пожалуйста, девочки. Мы пришли к выводу, что законодательная деятельность в унитарном государстве. Там длинные законы. А в федеративном, там территория имеет собственный закон, то есть конституция. Ну не всегда, но иногда даже и конституция. Совершенно верно. Ну и последний признак, пожалуйста. Кто у нас еще? Пожалуйста, Дя. В основном налоге в унитарном государстве. Это однократная система. А в федеративном государстве это однократная система. Абсолютно верно. Итак, ребят, назовите два признака, которые схожи и в унитарном, и в федеративном. Жанна. Территориальная деятельность не обладает суверенитетом? Нет, сам признак назови. А, единая территория. И суверенитет. А теперь, ребят, давайте на основе только отличительных признаков составим определение понятия, что такое унитарное государство. Итак, пожалуйста, попробуем. Пожалуйста, Магомед. Унитарное государство. Можно с места присаживаться. Это государственное устройство. Когда в парламенте однополатный и это реально единица не обладает политическое самостоятельство. Да, вполне застаточно. То есть местные органы, они как бы подчинены центральному. Абсолютно верно. А теперь федеративное. Таким же образом, пожалуйста, составьте определение понятия. Аминат, пожалуйста. Федеративное государство, это устройство, при котором единая территория... Мы только отличительный признак берем. Территориальная единица обладает политической самостоятельностью, имеет двухпалатный парламент, территория имеет собственные законы и... Двухканаль. Ну это прям полное со всеми отличительными признаками. Итак, вы смогли сформулировать определение понятия абсолютно сами. Вы большие молодцы. Сложите, пожалуйста, вашу табличку. А пока вы складываете, задумайтесь над вопросом, а каких государств больше в мире, федеративных или унитарных? Федеративных. Хорошо. Ну а теперь, может быть, вы прям хором так ответили, уверенно. Сложили, да? Переверните, пожалуйста, не закрывайте рабочий материал, мы дальше с ними работаем. Переверните, пожалуйста, и посмотрите, рассмотрите карту. Там заштрихованы федеративные государства. А теперь вы измените свою точку зрения? Да. Почему? Почему? Нет. Много. Тоже много. Делает вывод Магомед. Ребят, так каких же государств больше, федеративных или унитарных? Федеративных. Федеративных. Федеративных больше, безусловно. Федеративных, ой, извиняюсь, согласилась с вами, видите, как быстренько. Федеративных государств всего лишь, ребят, 28, а унитарных около 169. А теперь давайте попробуем с вами назвать отличительный признак федеративных государств на основе вот этой карты. Какие это государства? Ну, они большие государства. Абсолютно верно, Магомед. Они большие по площади государства. Но есть исключения из этого правила, тоже есть свое исключение. Но есть еще одна особенность. Это, мы сейчас с вами попробуем тоже ее назвать. Перед вами примеры федеративных и унитарных государств. Скажите, пожалуйста, вспомните состав населения, особенно нашей страны. А какой еще особенности обладают федеративные государства? Многонациональные федеративные государства. А унитарные, моно- или малонациональные. При этом мы понимаем с вами, что тоже может быть исключение в современном мире. Но большинство стран относятся к этому признаку. Итак, мы с вами должны сейчас будем назвать самое большое федеративное многонациональное государство. Какое? Конечно же, Российская Федерация. А всегда ли это государство было федеративным? Вот в истории? Нет. Нет? А когда она, может быть, кто-то из вас знает, когда она изменила резко свое устройство? Когда она была российской федерацией. Абсолютно верно. Действительно, в истории год 1917 оказался переломным. Спасибо большое. Она изменила не только форму государственного устройства, но изменила форму правления. А как поменялась форма правления? Вспомните. Нет, это режим. С монархией мы перешли на республику. Абсолютно верно. С монархией мы перешли на республику. Но при изменении всех элементов формы государства удалось сохранить самое ценное в государстве. Ребята, как вы думаете, а что самое ценное в государстве? Народ. Конечно, спасибо большое. Конечно же, многонациональность. Удалось сохранить не просто национальность, а их традиции, обычаи, языки. И так менялись и территориальные границы нашего государства. Сейчас мы с вами посмотрим небольшой видеофрагмент. И вы не должны будете назвать две основные тенденции в изменении территориальных границ нашей страны. Абсолютно верно. Итак, какие две тенденции вы увидели после просмотра этого видеосюжета? Что происходило? Территориальные захваты. Да, распады, отторжения, утраты территорий. А еще? Потеря на земле. А вторая тенденция? Утрата отдельных территорий. А вторая тенденция? В чем она была? Ахмед, может быть, вы назовете? Возвращение. Возвращение, конечно, отдельных территорий. Присоединение новых территорий. Конечно, в каком году была образована современная территориальная граница нашего государства? В 1993-м. Да, нет, только не в 1993-м. Российская Федерация когда? В 1991-м. В 1991-м, спасибо, Ахмед. Несцендия, в 1991-м году. В 90-е годы на карте Европы было еще несколько федераций. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Судьбы две из этих федераций очень схожи. Может быть, вы назовете? Чехословакия расстралась на словах. На. Чехословакия, 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 Чехословакия. Да, абсолютно верно. А какая еще страна схожа в судьбе с Чехословакией, Ахмед? С Германией, например, когда Германия была родлена в 1945-м году. А мы про 90-й год говорим. Когда закончилась хорошая война, я разбавлюсь в Советский Союз. Германия и Фонтеде объединились в одну страну. Итак, получается, что судьба Чехословакии одна. У Германии это объединение, да, воссоединение. А Югославия, к какой судьбе присоединим? Чехословакия или Германия? Чехословакия. Почему? Может быть, вы знаете, Рен? Нет, не знаю. Ну, давайте, вы знаток истории, я это уже поняла. А Югославия, ну, у нее такая, как сказать, плохая судьба была. Она была ввязана в военные конфликты. И распалась. Да. Распалась на шесть независимых государств и одно непризнанное государство Косово. В ходе очень трагичных событий, в отличие от Чехословакии, которая бархатным переворотом разделилась на два государства. А что с нашими территориальными границами нашей страны, ребят? Изменились ли они за последние годы? Территориальные границы нашей страны? Да, мы присоединили Крым. Сидите, сидите, Ахмед. Изменились? Да. А что произошло? Мы присоединились в Чечене и в 2014 году присоединили Крым. В 2014 году, ну, не совсем присоединили, конечно же, а вот про Крым вы абсолютно правы. В 2014 году он вошел в состав нашего государства. Итак, где записано государственное устройство нашей страны? В каком документе? Конституции. Безусловно. А знаете ли вы, из каких территориальных единиц состоит наше государство сегодня? Назовите, пожалуйста, субъекты, а их название? А, области. Только руку, пожалуйста. Области, области, республики. Федеративная округа. Края. Автономная область. Да, я думаю, уроки географии, да, вам общество знания помогают в этом. Сейчас мы с вами подробнее познакомимся с некоторыми основными субъектами Российской Федерации. С основными субъектами Российской Федерации. Для этого, пожалуйста, ребят, откройте следующие карты, развороты карт. Итак, перед вами цветная и черно-белная карта Федеративного устройства государства. И откройте Конституцию, статья 65, у вас там закладка имеется. Итак, а теперь внимание задание. Каждая пара, вы опять работаете паром, в соответствии с цветом обложки. Ребят, посмотрите, у каждого свой цвет обложки в рабочих материалах. Определите один субъект в соответствии с цветом обложки по цветной карте. И посчитайте по Конституции или по карте, как вам будет удобно, сколько таких субъектов в составе нашей страны. Задание понятно? Итак, синий цвет. И находите, как называется ваш субъект. В ровно минутку мы работаем. Определили, что у вас? Да. Область? Да. А, почему? У вас желтый цвет. Так, что значит? Область. И еще считайте, сколько их. Вы определили субъект? Какой? Молодцы. Считаем, сколько их. Определили? Да. Какой субъект у вас? Зеленый. Это какой субъект? Значит, сколько считаем? Хорошо. Сейчас вы не определили? Сколько? Аргангельские автономии. Сколько их? Посчитайте вот здесь по Конституции. Определили? Да. Что? Хорошо. Девчонки, вы? Немецкие автономии. Не, не, не. Это, смотрите, города федерального значения. Вы сколько их посмотрите? У вас же красницы? Да. Да, у вас города федерального значения. Определили, как называется субъект? Да. Желтым цветом. Определяем, что это? Вот все, это все объемы. Да, да. Это что? Это европейская? В области. Считайте, сколько их, ребят? Нет. Хорошо. Итак, минутка у нас уже закончилась. Давайте с вами проверим, как вы справились с этим заданием. Итак, пожалуйста, первый цвет у нас красный. Итак, девочки, какой это субъект? Назовите, пожалуйста. Пожалуйста, возьмите, прикрепите и напишите, пожалуйста, к доске. И внизу напишите, сколько у нас городов федерального значения. И внизу напишите, пожалуйста. И внизу напишите. Не надо их перечислять, просто цифру три. Да. Спасибо, присаживайтесь. Следующий цвет. Итак, у нас три города федерального значения. Следующий цвет – желтый. Как называется субъект? Область. Области, прикрепите. И точно так же, сколько их посчитали? Да. Сколько? Их 46. 46, пожалуйста. Итак, у нас действительно 46 областей с вами. Итак, следующий цвет у нас фиолетовый. Девочки, что это за субъект? Это еврейская автономная область. Еврейская автономная область. Пожалуйста, прикрепите. Всего одна, абсолютно верно. И так же рядышком расположите, напишите. Так, следующий цвет у нас синий. Кто с ним работал? Автономный. Автономный округ, пожалуйста. И сколько их? Четыре. Четыре. И напишите, пожалуйста, цифру четыре. И дальше у нас с вами зеленый цвет. Я знаю, что уже посчитали, мальчики. Это республики. Их сколько? 22, пожалуйста. Ребята, знаете ли, что у республик есть особый правовой статус? Вы живете в Чеченской республике? В чем он заключается? Пожалуйста. Нам разрешено иметь свой язык, свой герб и свой конституцией. Мы, основный правовой статус заключается в том, что разрешено иметь свой национальный язык абсолютно верно наравне с государственным и свою конституцию. А еще, ребят, в конституциях всех республик указано, что они являются государствами, в составе государства, но не обладают суверенитетом. Такой особый правовой статус подчеркнут. Но еще у нас также с вами отмечено, последняя, да, оранжевый у нас остался цвет. Что это за субъект, Ахмед? Края. Края, пожалуйста, прикрепите. Сколько их? 9. 9 краев, абсолютно верно. Ну а теперь такая небольшая математическая задача, простой просчет. Вашу гостеприимную Чеченскую республику приехали от каждого субъекта по одному учителю, который дадут всего один урок. Так сколько же уроков проведут лучшие учителя России в вашей Чеченской республике? Догадались? 85. 85, абсолютно верно, потому что количество... Субъектов. Субъектов у нас 85, безусловно так. Но все субъекты у нас с вами выделены на основании трех основных принципов. Посмотрите внимательно. Национальный, территориальный и национально-территориальный. В Чеченской республике по какому принципу выделено из этих трех? Национальный. Национальный принцип, как и все остальные республики. А мой Ставропольский край, откуда я приехала, как вы думаете, по какому принципу? Территориальный, так же как и города федерального значения, так же как и области. А какие два субъекта по смешанному принципу у нас определены? Автономные области и автономный округ. Абсолютно верно. Но несмотря на то, что все принципы абсолютно различны при создании нашего государства, мы все равно чувствуем целостность этого государства, чувствуем единство. И очень гордимся этим. Так как вы думаете, как мог завершить свой афоризм Мишель Монтейн, к которому мы в самом начале с вами обратились? А теперь я предлагаю вам повернуться друг к другу, образовать небольшие группы, обсудить в группах завершение данного афоризма. И, девочки, можете подойти и привстать, вы тоже, если неудобно. И докажите, почему он должен так завершиться. Девочки, можно привстать немножко, подойти? У вас буквально минутка. Подойдите, пожалуйста, ребят. Нет, я просто... И почему, самое главное, обоснуйте. Ну что, готовы? Кто-то представит? Итак, давайте начнем. Присаживаемся, пожалуйста. Итак, пожалуйста, как бы вы завершили и почему? Лучшее государственное устройство для любого народа, это то, что это интересное. Хорошо. Почему так считаешь? Потому что есть лучшие интересы для любого народа, и у вас все равно. Спасибо. Хорошо. Ваша группа, пожалуйста, какая у вас точка зрения, Жанет? Лучшее государственное устройство для любого народа, это то, которое объединяет. Объединяет. Хорошо. Почему вы так решили? Потому что народы у нас конвенционально, ну, народов очень много, поэтому лучше их объединить. Хорошо. Спасибо большое. Ясмин. По похожему выводу, лучшее государственное устройство для любого народа, это то, которое сохраняет единство народа. Единство. Ну, теперь давайте посмотрим, как на самом деле Мишель Монтейн закончил, да, и решим с вами, какая группа была ближе всего. Какая же группа была ближе всего? Третья группа, да, Ясмина практически угадала, сохранила его как целая. Я думаю, что к вашему мнению присоединился бы и президент нашей страны. Он сказал следующие слова. Давайте прочитаем их. Пожалуйста. Мы веками жили вместе, вместе победили в самой страшной войне, и будем вместе жить и дальше. Итак, каким же словом он смог подчеркнуть наше единство? Вместе. Вместе. Действительно, ведь это такой лексический, специальный повтор, использован для того, чтобы передать основную силу. А почему мы, ребят, должны быть вместе? Чтобы защититься. Чтобы защититься. Еще. Почему мы должны быть вместе? Чтобы сохранить... Сохранить государство. Еще, Ахмед. Чтобы сохранить территориально целостность. Целостность. Еще. Почему мы должны быть вместе, девочки? У кого мысли? Быть сильнее. Все вместе дикторы телеканала «Россия» прочитали одно известное литературное произведение. Давайте посмотрим и попробуем угадать, о каком литературном произведении идет речь. Продолжение следует... И так угадали вы литературное произведение, которое прочитали дикторы телеканала «Россия» на 28 языках. А как называется правильно литература? Атрилок из поэмы «Руслана Вилла». А автор? Ильич Пушкин. Абсолютно верно. А теперь, после просмотра этого видеосюжета, ребят, скажите, о каком еще богатстве нашей большой федеративной страны можно говорить? О каком богатстве? Многонациональность еще. Язык. Язык. Традиции разные. Обычные слова. Традиции, обычаи. Спасибо. Да, совершенно верно. Итак, действительно, как говорил немецкий философ Вингель фон Гумбальт, язык – это дух народа. И чтобы быть причастной духу вашего чеченского народа, я хотела бы сказать следующее. Делрис хилшун, Сушуц хиларан. Спасибо за то, что мы были с вами сегодня вместе. Ребят, я хотела бы вам оставить о себе такую небольшую память. Это Конституция Российской Федерации. А в них есть вот те самые таблицы, которые мы сегодня с вами выполняли. Они действительно вам помогут в дальнейшем, не только в девятом, но и в одиннадцатом классе, отличать федеративное и унитарное государство. Можно я вот передам Магомеду, и он потом раздаст каждому. Спасибо вам большое, ребят. Спасибо.